Всем привет, меня зовут Саня, добро пожаловать в Хаут Белерон. Мы тут у нас как бы, да, смотрите, у нас есть 600 тысяч. Мы получили, ну, давай это назовем так, мы получили поддержку от государства. В общем, мы в прошлый раз тут немного поработали, прибежали куча волонтеров, нам помогли, и в общем мы заработали денег. Какие-то деньги мы получили, пусть это будет от государства подъемные, скажем. Ну и пришло время тратить эти деньги. Что я предлагаю? Я предлагаю расширить наше владение, это в первую очередь. Даже, возможно, объединить вот эти два поля и ни в чем себе не отказывать. Или купить вот это поле. Оно, конечно, большое и стоит аж 270 тысяч, но нет, наверное, давай мы пока не будем так сильно далеко забегать. Но, кстати, поле очень классное, его можно распахать еще шире. Оно находится прямо напротив нашей этой фермы. И тут есть прямые участки, на которых можно размещать, например, теплицы. Или дома, например, наших работников. С нами, как ты помнишь, мы приехали с диких земель сюда. Вот, чтобы посмотреть, попробовать. И поскольку государство, скажем так, местная администрация нам решила помочь в этом деле, то мы, может быть, там на диких землях продадим все свое хозяйство. Или передадим кому-то. И приедем сюда со всеми жителями нашей микродеревни. Это у нас Лиза с Вадиком. Это у нас Серега с Леной. Это у нас еще и Радик. И кто еще? Там вообще, там немерено. Немерено народу, немерено всех. В общем, у нас уже там целая толпа. Вот, и в чем прикол еще этого всего, что тут можно, да, тут очень бугриста, но можно все равно расшириться. А можно, а можно и не расширяться. Можно просто переехать туда и купить, например, вот это поле. Я думаю, мы успешно и сделаем это. Покупаем вот это поле. Все, 100 тысяч мы потратили. 112 у нас остается полмиллиона. И нам нужно теперь закупиться каким-то интересным, чем-то интересным. Было бы неплохо купить комбайн или трактор. Ну, в общем, в любом случае нам нужен один трактор. Вот у нас есть, допустим, такой трактор, да, на 170 лошадей и на 190 вальтра. Это неплохо, но у нас есть сейлка, которая очень маленькая, а это уже плохо. Так что мы, получается, смотри, что делаем. Мы берем, где тут у нас сейлки. Вот у нас сейлка. И какую-то себе интересную сейлку хотя бы на 6 метров смотрим. Соответственно, после того, как мы посмотрим сейлку, вот есть поттингер на 6 метров, да, которая требует 210 лошадиных сил. И есть вот такая вот. Она, получается, кун чуть больше в себя вмещает. Похоже очень на хорш, да. 6 метров. 120 тысяч она стоит. Вот это чуть подешевле. Есть в Эдерстад. Так она не... Ага. Ага. Ну, короче, нам получается или кун, или не кун. Ну, мне больше, например, поттингер нравится. И 210 лошадей. Поэтому мы идем, например, в средние трактора и смотрим что-нибудь, которое больше, чем 210 лошадей. Что-то недорогое. Но фент как-то странно, да? Получается, тут у нас 200 лошадей. Тут у нас 240. Это все стоит 100 там. А потом вот такой вот за 170 лошадей, вот тот, который у нас. Но этого мало. Нам нужно больше 170. А чего они здесь находятся? Непонятно. Так, смотрим. Джон Дир 175. 175. 220. 190. Вальтра наша 190. Как-то странно они расположены. McCormick 240, кстати. Класс вот такой вот. Есть там потом Месси. Месси. JCB 235. Ну, видишь, тут уже очень дорогие трактора. Я бы, конечно, с радостью что-нибудь тут красивое, шикарное взял. Но мы возьмем, наверное, самое дешевое. Так, 160 пока что. Да, вот фент, кстати, 160 тысяч, 240 лошадей. А, не, подожди, езжешь по учет. Сколько? Подожди, сколько нужно вообще? 210, да? 210. Смотрим еще раз. Тут у нас 246, но 160 тысяч. А вот тут у нас 220, но 145, да? Угу. А тут? 145. А давай посмотрим. Подожди, 145 это так. А, ну он 175. Подожди, двигатель, если мы возьмем самый крутой. Это у нас будет уже 167 тысяч, да? Смотрим, сколько ты будешь стоить. 200 тысяч, нифига себе. Так, а что такая разница-то в цене непонятная. 220, 190. Сколько? 160 там я говорил, да? А вот маккормик 240 лошадей. Получается 195 тысяч, да? Какой цвет ему можно выбрать? Вот такой фифалетовый, малиновый какой-то. Ну, получается, то есть у нас 195 тысяч. Или Масяня на 220. 167. Короче, наш выбор Месси Фергюсон. Наш выбор. Поэтому мы берем что? Выбор колес стандарт пока что возьмем, да? Окрепление погрузчика сразу на всякий случай возьмем. Он нам пригодится, да? Да, у нас тут есть квики и хауэр. Ну, давай какой-нибудь любой. Так, номер, смотри, у нас есть вот такой вот. И мы пишем на нем. Дрим. 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 Эй, Дрим. Дрим, потом точечка и джоб. Что в переводе с английского? Работа мечты. Представляешь, можно вот так вот писать. Спереди и сзади. Основной цвет. Тип 2. Отлично. Окей. Вот так вот. А, спереди, видишь, как это выглядит? Не очень красиво. Дриа, М, а-то потом и тут. Ну, тут нормально, а вот тут не очень. Черт. Давай тогда знаешь, что не спереди и сзади, а только сзади. Вот. А есть еще какой тип номера? А, такой нам не подходит. Блин, и все. Черт, придется опять писать. Три, амма, точечка, жоп. Все, только сзади. Окей. Так, что еще мы можем сделать? Больше пока ничего. Стандарт выбор колес и максимальный двигатель. Правильно? 169 тысяч. Отлично. Покупаем. Покупаем трактор. Покупаем, получается, теперь к нему вот эту сейлку нашу. Вот этот поттингер. Покупаем. Еще 109. Сколько у нас остается? Так, тут тоже получается знак. Знак меняем. Ой, без номера тип. Тик. Тик. Чтоб все знали, что это мы. Хе-хе-хе-хе. Все. Только сзади. Окей. Где-то, где-то там сзади. Непонятно где, но где-то там. Пожди, а где этот? А, вот. Нет, он плохо. Видишь, как он отображается. Черт. Ладно, тогда что-то, да. Без номера вообще. Окей. Будет без номера у нас. Хорошо, 4000 у нас, получается, покупаем. И, получается, можем ехать вот эту, на вот этом Масяне. Поедем и продадим. А, можем даже не на Масяне, а вот на том самом маленьком поехать и продать. Вот, потому что этот Штейр, получается, нам сейчас... Он у нас не очень нужен. А, нам не только Штейр нужен. Нам, вот у нас 230 лошадей сейчас. Мы знаешь, что будем делать. Штейр, турбо. Штейр просто у нас... У нас сегодня прям будем закупками заниматься. У нас Штейр просто всего лишь 135 лошадей. Хотя это немало. И он, в принципе, может пригодиться. Я, честно говоря, даже не знаю, есть смысл. Или, может, его пока что оставить. Полей-то будет много. Вот там для опрыскивания, например, он будет у нас. Или для чего-то такого. Не знаю даже. Но в любом случае у нас, получается, мы поедем сейчас продаваться. Вот. Вот такую штуку поедем продавать. Отправим этого молодого человека. Нам еще нужен культиватор. Получается. Так, 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 так. Так, так, так. Нам нужен культиватор. Ты у нас едешь, получается, в магазин. И все. Так, это у нас пусть работничек едет в магазин. Берем с собой еще вальтру. И едем на вальтере с культиватором. Культиватор мы тоже возьмем под 220-сильный этот трактор. Потому что вот этот вот писюшка, вот эта мелкая, она вообще нам не интересна. Я бы еще, конечно, знаешь что? Я бы камнесборщик поменял. Но он стоит 50 тысяч. Камнесборщик. Но он прям максимально мне не нравится. Который есть у нас. Но он очень плохой. Так что, возможно, еще и камнесборщик поменяю. На это надо учитывать. Потому что тот, который по кручкам не сборщик, он где-то 50 тысяч стоит. То есть можно его сразу купить первым делом. И все, и не париться. Я бы, конечно, комбайн купил. Еще один. Но у нас пока, в принципе, нормально. Мы, если что, можем взять в аренду. Или нам дадут что-нибудь такое. В общем, есть куда еще развернуться. Так, вот наши стоят покупочки. Отлично. Вальтра, кстати, очень хороший аппарат. За свои деньги. Прям очень хороший. Потому что стоит недорого. И 190 лошадей. Очень неплохо. Так, хорошо. Забираем старого Масянку. И едем. Так, вот от этих сейлок, да, нужно очень быстро избавляться. Они прям очень вяленькие. Единственное, да, что мы, получается, нам 4 трактора нужно или нет. Сейчас давай, давай будем думать. Давай мы подумаем. Во, хорошо. Ага, дремжоп. Так, смотрим. Ух ты. Ух ты. Класс. Мне все нравится. Так, хорошо. Так, а нам, получается, нужно закупиться, да? Чем-то. О, кстати, что у нас на распродаже? А, понятно. На распродаже у нас ничего не продается. Нам нужно, получается, сухое удобрение, наверное, 2 мешочка мы возьмем, да? И семена 2 мешочка тоже возьмем. Сейчас сразу это все заправим сюда. А, а сколько семян, получается, влезает? А семян-то немного влезает, да? Тысяча, это 62%. Ну, ладно. Ладно. Ничего страшного. Тут мешочек чуть-чуть останется. Остатывает. 1600. 1600. Там же написано было, типа, 4000 влезать. То есть, получается, где-то 2400 должно влезть. Или нет? Ну да, большой бункер. Да, все правильно. 2400 влезет примерно под этот. Вот, шикарно. 2000 и 1600 семян. Так, единственное, знаешь, что нам еще нужно, наверное... А сколько? А как требует вообще вот эта сейлка? Сейлка требует какую-то штуковину с собой? Нет, она с собой ничего не требует. Но чисто теоретически потом возьмем навесик. О, прикольный. Прикольный. Так, хорошо. Это у нас приготовлено. К выезду. Шикарно. Бежим продавать. Бежим продавать вот этих пупсиков мелких. Так, ты у нас продать. И ты у нас, получается, за 23000 продать. Все. Отлично. Какие-то 30000 мы еще себе накрутили. Так, смотрим дальше. Дальше нам нужны культиваторы какие-то. Смотрим на 220 лошадей. Вот такой вот Лемкин. 6,6. Ой, какой 6,6? 6,6 на 5 метров. И этот на 5 метров. А этот 5,7. 8. Но этот уже... Ого! Ого! 320 лошадей. 250 лошадей. Блин. 250 лошадей. А может мы потянем? Слышишь? Такой культиватор. Есть рассельмашевский культиватор. Смотри какой. Но правда он требует 375 лошадей. Так. 320, 250 на 7,5. А вот этот... Этот видишь 5 метров, но он почти ничего не весит. И 180 лошадей. Так, а этот 250, но 7,5 метров. Это будет в горочку еле тащиться, да? Ну у нас получается, что вот этот сможет тащить и Вальтра, и не только Вальтра. 5 метров. А у нас какой был? У нас вообще был на 2,5-5 метров. Ну давай такой возьмем. Он и не очень дорого стоит. Вообще недорого. Таких даже будет можно 2 взять. И давай еще сразу возьмем тогда камнесборщик. Да, 52 тысячи стоит. Забираем сразу. Вот. У нас остается 180 тысяч. Давай мы посмотрим в сторону комбайна. Есть у нас RSM. 75 тысяч стоит. И есть у нас еще один. Еще Дойцфар в смысле. У него жадко так-то 6 метров. Вот. Видишь, что тут сочетание? 6 метров. А у RSM-а 5 метров. RSM, конечно, дешевле. Намного. Почти в 2 раза. Мы так-то в принципе... Так, подожди. А вот у нас еще есть доминатор такой. Сколько он? 5-1. Ну то же самое. Это то же самое. То есть нам или такого же Дойцфара брать, например, и нам в принципе хватит. Еще на один комбайн. Вот. Или... У нас вариант. У нас что есть вообще? У нас в принципе все есть. Есть прицеп. Есть. Что у нас получается есть? У нас все есть. И мы можем чисто теоретически вот это поле взять. Да, за 146. А что там растет вообще на том поле? Там что-то растет. Усердно. А растет там у нас получается... Кукуруза. Кукуруза. А кукурузу нам убрать нечем получается. У нас нет жатки кукурузной. А для... Давай тогда посмотрим. Давай тогда посмотрим. Кукурузная жатка для него идет капелла. 6 метров. Кстати, ну в принципе... Кстати. А там не продается случайно? Вот это же капелла. Бэушная. Капелла Диамант 8. Это не она ли? Случайно. Капелла. Подожди, что я хотел. Вот. Капелла Диамант 8. За 63. Вот. Ай, жалко ее перекрасить нельзя. Угу. Видишь, какая интересная штука. За 26 тысяч. А так она новая стоит... Где Диамант 8? 60. Ну, нифига себе разница. Так, хорошо. Ладно тогда. Забираем. Тогда камни... А, слышишь, а камнесборщик. А сколько камнесборщик коней-то требует? 120. Фух. Нормально. Камнесборщик требует 120 коней. Ничего страшного. В общем, я даже, честно говоря, не знаю, куда потратить эти деньги. Пока что, по крайней мере. Сейчас попробуем это все дело как-то... Так, подожди. Тебе дать работу. И вот сюда, наверное, приехать. Вот так вот. Все. Едь. Вот, едь. Тебе тоже мы дадим работу. Пока что эти трактора у нас побудут. Можно, зная, что можно, в принципе, продать маленький самый трактор. Он не нужен нам. Постольку, поскольку... О, кстати, а сколько... Насколько нам нужен культиватор? Вот, сочетание. На тысячу, да? Ему нужен на тонну противовес. Это у нас на сколько противовес? 750 килограмм. Маловато. Надо, наверное, будет прикупить на тонну, на всякий случай. Давай, сейчас мы его сгрузим. И возьмем... Вот, на тонну. Оп, так, сколько это у нас? Это у нас 600, да? Ну, продаем, че? Продаем. Так, ну и покупаем сразу на тонну. Противовесик. Где-то тут у нас был... Ну, вот такой вот. Да, допустим. Красть его нельзя, ну и ничего страшного. Такой... У нас такой был такой, и сделаем только чуть потяжелее. Я думаю, лишним не будет. Так. Все, отлично. Вот сейчас посмотрим, что у нас... Что у нас вообще хочет вот это поле, 39-е? И оно у нас что? Оно у нас... Урожай собран. Ничего не хочет, да? Или что-то хочет. А нет, хочет. Поэтому нам известь. Хорошо, нам спашка не нужна. Нам нужно засыпать известью, собрать камни и, в принципе, все. Поэтому мы сейчас тогда и двигаемся домой, и начинаем работать на новом поле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 биотопливе афиг его знает что это такое вообще теплоцентраль это виноград это плотницкая это лесопилка а что такое теплоцентрали что она делает господа что делает теплоцентраль она вырабатывает какое-то тепло непонятно то есть сюда просто привозишь что что-то привозишь а может знаешь что теплоцентраль а как узнать топливо может быть топливо а мы топливо можем производить какое-то позже масло 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 нет мед мед кстати по 1700 на фермерском магазине щипа а вот теплоцентраль при она просто принимает щипу силос кстати не очень дорогой щипу что еще она может принимать дизельное топливо вот она может заправки принимают дизельное топливо дорожная соль никуда не пригождается мука так хорошо ладно что у нас там по ребятам по ребятам непонятно опрыскивание удобрения а подожди 33 поле же мы не удобрили до сих пор ё-моё вот это я конечно а где у нас кстати человек вот этот вот человек ты чего ты чего тут сдох ну каприской что-нибудь ехал ехал не доехал ехал грека через реку тут конечно опрыскивать кукурузу такую уже которую косить пора это весьма интересное занятие но ничего не поделаешь ладно тогда мы давай знаешь что прибережем денежки до следующего раза пока у нас все есть может быть нам понадобится что может быть нам понадобится комбайн а может быть нам понадобится трактор пока что непонятно так а что почему а вот там из чистого края ну хорошо хорошо тогда тогда сейчас прилетим сюда и тут что-то все все помял где там заканчивается вот здесь контракт завершён отлично шикарно и 4000 забираем хорошо 4000 на дороге не валяются вообще пока что потом может и будут валяться когда они обожди куда мы едем ой извините а чего вы так несетесь то ладно поеду сюда а в целом в целом ребятки пока я еду домой я думаю что мы будем потихонечку прощаться а вот следующий раз мы подумаем куда вкладывать деньги может быть масло бойку там у себя где-то прямо на базе и построим почему бы и нет посмотрим сколько она стоит а на этом принципе все спасибо что досмотрели до конца обязательно поддержите нас пальцем вверх подпишитесь на канал если еще не подписан и да 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 и все как я люблю затормозить в самом конце все всем всего хорошего до встречи а пишите комментарии вот я вспомнил